Доброго времени суток, уважаемые участники рынка. С вами, как всегда, на связи Андрей Сергеевич, трейдер и аналитик компании, Академия Трейдинга Инвестиций. Мне вступает много вопросов по поводу моего торгового метода, и я отобрал основные из них, и сегодня мы с этим по ним поговорим. Основная идея моего торгового метода – таймфрейм и индикаторы. Если говорить о таймфрейме, то я использую все таймфреймы вплоть до недельного таймфрейма. Таймфрейм им при моей торговой системе значения слова не имеет, а индикатор, который я использую – это NKZ Maker Pro, потому что в нём есть всё, что мне нужно, а именно – ATR, пары рассчитаны как ATR за ход движения за 20 дней. Получается, основа моего метода в том, что я забираю вторую волну после импульсной новостной волны, то есть волну С после отката В. Но обо всём поговорим подробнее. Вот, как вы видите на скрине, примеры моих сделок на прошлой неделе, и сегодня мы с вами подробно поговорим о том, как, а я отвечу как раз-таки на ваши вопросы, как осуществляется вход-выход, как происходит анализ и вход в сделку. Итак, продажа получается от понедельника 7 августа. Перед тем, как мы начнём, как я уже говорил, помимо моей торговой системы идёт импульсная волна. А что она нам даёт? Эта импульсная волна произошла у нас на нонфармах 4 августа. Во-первых, я смотрю дни с прохождения среднего хода, а здесь, как мы видим, средний ход был преодолён, и положение Америки говорит нам о том, что, когда она закрывается внизу, что приоритет в рынке сейловский. И так как евро-доллар состоит из двух валет, это евро и доллар, получается мы с вами по этой новости отторгуем силу бакса. Что я сделал? Я переделал уровни Fibonacci, немножко переделал под своим. У меня есть 25 уровень, который я использую, 50, 61, 75. И импульсная волна от 4 августа мы принимаем с вами за 100% движение. Далее, что у нас с вами получается по Митяковским зонам. Одна вторая как раз таки у нас с вами состоит на 50 уровне Fibonacci, так как у нас это падение за 100%, то соответственно максимальный уровень отката это 50 Fibonacci, и по моей торговой системе как раз таки от 50 Fibonacci у меня стоит отложка на продажу. Стоп в данном случае, то есть здесь у меня стоит отложка на продажу, стоп у меня стоит за 25 уровнем Fibonacci. Что это мне дает? это не что посредственно как страховка от ложного пробоя одной второй зоны. Так как возможен ложный пробой с возвратом ниже и закреплением этой Америки, то соответственно стоп мы прячем за 25 Fibonacci. для того, чтобы был запас хода цены против нашего ордера. выход у меня происходит в двух случаях. Как в данном случае, как я и говорю в своей аналитике, минимальный порог выхода где? Это перехай или перелой текущего максимума или минимума. здесь же получается у нас с вами потенциал хода получается в среду 8 августа у нас составил 1041, что превышает наш АТР. Так же это получается для нашей сделки с вами прекрасное соотношение, так как при этом стопе мы забираем с вами 1 к 2 по текущему рынку. А это значит, что минимальное соотношение, когда наш риск меньше, чем наша прибыль, что гарантирует нам математически соотношение прибыльных и убыточных сделок будет на нашей стороне. Далее. Ну и была произведена покупка от 10 августа. Что же у нас было 10 августа? 9 августа у нас с вами происходит следующее. минимальное НКЗ 1,4, четвертинка так же называют ее, это половина от 1,2, происходит пробой этой НКЗ с закреплением американской сессии выше. Как я вам уже говорил, положение Америки здесь важно. У нас получается с вами по прайс-экшену сильный сигнал. Вот получается этот бычий бар, который мы с вами видим. И мы понимаем, что на младшем таймфрейме происходит у нас с вами пробой такой же, как и происходил у нас с вами здесь. У нас прошел пробой 1,4 и мы поднялись до 1,2. Здесь получается для того, чтобы забрать это движение, мы также с вами используем ту же самую фибу, только получается уже в другую сторону, в сторону восхождения. И тут у нас с вами в работе есть 3, также 3 уровня, 75, 61, полтинник. Откатный уровень минимальный, это получается у нас с вами НКЗ 1,4, от хая в другую сторону. Это у нас получается 50 фиба. Как вы видите, 50 фиба у меня стояла отложка. В данном случае стоп был чуть ниже 25 фибы. Для чего опять-таки это делалось? Это делалось так же, как и здесь, как вы помните, для того, чтобы был запас хода против нашего ордера. То есть отсюда еще на ложный пробой 1,4, то есть минимального нарушения получается, с закреплением выше. И выход по этой сделке получился у меня на перехае. Почему именно на перехае? Потому что опять-таки выполняется минимальная цель. А это именно. Получается потенциал хода здесь 853 пункта, что очень близко к АТР. Это раз. А во-вторых, мы брали с вами волну, равную от импульсной волны А, точно такую же волну С. После импульсной и сигнальной по прайс-экшен. Получается у нас с вами прошла волна. И смысла держать цену выше или ниже? Смысла держать цену дальше не было вообще никакого. Потому что цена прошла свой АТР близкой к ним. И сделала минимальную цель. Это перехае. Потому что мы с вами берем волну B от конца коррекции. А коррекция у нас, как вы видите, далее может быть разная. Это может быть и залет к 25-му. И волна тогда получается в С после вот этой импульсной волны B. Она может быть по потенциалу меньше. Так как мы залетели с вами в очень глубокую коррекцию. Далее. Что это нам дает? С нами дает вам второй бычий пин-бар. Как раз таки от 10 августа. То есть 9-го произошел первый. Потом произошел перехай. Второго тоже. Видите положение всех Америк. Наверху Америка. Наверху Америка. Все Америки наверху. Это нам говорит вам о чем? О том, что в рамках вот этого нисходящего движения, которое у нас происходило до 4 августа. Здесь у нас была дневка коррекционная. А здесь получается два бычьих пин-бара с Америками наверху. По структуре своей. Где закрывается Америка? Конечно наверху. И здесь и там. Мы получаем с вами. Практически. Сетка FIBA не двигается. Потому что практически первая волна была по размеру такая же как вторая. И мы имеем с вами давление на этот уровень. А именно на наказанную вторую. И мной была совершена еще одна покупка. Но теперь в данном случае. Лимитник был от откатного уровня. От 61. И так же у нас с вами получается мы берем потенциал близкий к среднему ходу. Либо чуть его превышающий. Потому что передерживать сделку ну никак нам не надо. И это дает нам хорошее соотношение. Если я получается от 61 у меня был ордер. Стоп я получается ставил за 37,5. То есть там получается 265 пунктов. Что давало мне во первых здесь. Да получается 37,5. Здесь опять таки был потенциал хода против меня. Я страховался также от ложного пробоя четверти с возвратом. Это раз. А во вторых потенциал хода мой был от конца коррекции. Равен волне B. Которая была в рамках коррекции. Но сейчас у нас получается нарушение структуры. Потому что мы с вами пробиваем НКЗ на вторую. И эти уровни очень хорошо кстати говоря видно на USDCAT. Так же как на евро у нас выходила сильная новость по нему. А именно процентная ставка. Что соответственно при среднем ходе даже на текущий момент 99 пунктов. 999. Дало нам хорошее нарушение. И как видно дальше по структуре. Мы ни разу не превышали средний ход. НКЗ на вторую составляет 842 пункта. Здесь 828. Но ни разу мы не пробивали и не закреплялись. И все время. Важный момент. У нас происходили обновления текущих минимумов. Это говорило нам о том, что нарушения структуры нигде нет. И каждый последующий минимум обновляется. Значит идет в рамках нисходящего движения. Импульсного. И в одном месте у нас началось нарушение структуры. А именно здесь. Когда мы с вами превышали средний ход. Сейчас вы это все сами видите. В индикаторе есть такая функция. И когда Америки начали идти в разнобой. Сперва. Если мы взглянем ту же самую ситуацию. На дневках по USDCAD. То у нас получается сперва. Было поглощение нисходящего последнего импульса. Но на следующий день выходили. Опять таки отрицательные новости. По доллару. И положительно по CAD. Поглощение происходило. Но что произошло в этих рамках. В этих рамках. Со всеми его нарушениями. У нас поломалась структура. Если до этого мы с вами шли и обновляли последний лой предыдущего дня. То здесь на сломе структуры у нас произошло удержание последнего лоя дня. Как мы с вами заметили. У нас произошло повышение текущего лоя и обновление хая. Что нам говорит о том. Что структура здесь поломана была. И поломана она была. Если смотреть. Один единственный день. Это вот здесь. Когда мы с вами как раз таки прошли больше чем средний ход. И Америка получается у нас с вами закрылась наверху. Что это нам дало по зонам метюка. Ну во первых. Получается пробой одной второй. Это раз. То есть нарушение среднего хода у нас было и здесь. Близкое. Но Америка у нас закрылась внизу. И нам у нас был четкий сигнал. И этот сигнал был как раз таки первого августа. Когда мы с вами пробиваем одну вторую. И по price action. Это выглядит как вот такой вот. Бычий пин бар. Что нам говорит о том что покупатель в рынке. Потому что и структура и закрытие Америки указывает нам на это. И чтобы забрать движение. Не надо быть оптимистом. Нужно просто накинуть с уровня FIBA. И первая цель. Это покупки от 75 FIBA стоп за 50. И так же получается работа соотношением. Если вы открываете сделку от 75. Прячу стоп за полтинник. Минимальное соотношение которое вам надо. Это выход на 125 FIBA. Тогда у вас от сигнального дня получится сделка примерно один к двум. Торговые инструменты и принципы их выбора. Торговые инструменты я конечно выбираю исходя из новостного календаря. Что даже для этого специально у меня составлен алгоритм. Где я поэтапно расписал весь порядок принятия решений. Получается я просматриваю календарь. И если выходят фундаментальные новости. Такие как процентная ставка ВВП и безработица. По допустим евро или фунту. То вы торгуете только евро. Если же выходит процентная ставка и новости по баксу. То здесь получается благодаря этому индикатору. Просто в конце дня мы просматриваем. Вот АТР подсвечивается как раз таки. Если выход есть за пределы то красным. Если нет выхода то зеленым. И где есть выход за пределы АТР. То соответственно там получается у нас явный сигнал по price action. Потому что там происходит нарушение. Допустим как здесь. У нас было получается по дневкам у вас с вами по евро. Два обычаев пина. И подтверждение. Потому что так как вы торгуете бакс. Ну соответственно деньги никуда не деваются. Они перетекают. А чтобы понять куда они перетекают. Вам нужно увидеть более явный сигнал. Потому что если допустим рассматривать фунта. То все отрицательные новости которые были по баксу. На нем ну никак не отразились. То есть мы ни разу не преодолевали средний ход. Это во первых. Но было одно нарушение. Это как раз таки близко к среднему ходу. И когда мы уже оказались в одной четвертой. Грубо говоря. Но из-за того что в 3 08 был. Получается. Выступление карни. И была процентная ставка. Трейдеры и инвесторы к фунту как то слабели. Они потеряли к нему интерес. И поэтому сигналы как такового. На то что фунт отработает. Слабые новости по баксу у него не были. Потому что. Вы ищите два момента. Это получается. Закрытие Америки ниже. И проход среднего хода. Потому что это дает вам гарантию того что. Минимальный даже. Получается лой который был здесь. Он также был обновлен. То есть все цели. Это минимальный. Это обновление текущего лой. Или максимум. От импульсной волны. А соответственно. Если новости баксовые. Где то это может отразиться. Допустим инвесторы или трейдеры. Решили перейти. И перекочевать все свои деньги в евро. Либо же. Они уходят в сырье. И на золоте. Вы видите также проходы. Выше или близко к среднему уходу. Когда мы получается выкупаем с вами. И отдаем сильные сигналы по ПА. Такие как здесь. Здесь был явно проход выше среднего. И также у меня получается. От отката к уровням. Произошло обновление. Либо они уходят. Если это положительные новости. Получается в нефть. Или газ. Вот так и происходит отбор. Критерия для этого всего два. Ну на этом все пока. С вами был. Как всегда Андрей Сергеевич. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Все что вас интересует. Всем удачи. И пока.